Меня зовут Миша Лайк. Я очень скромная и мой любимый цвет салатовый. Поэтому это мое утро в салатовом цвете. Я просыпаюсь в своей салатовой кроватке примерно часов 7. После сладкого сна мне приснилось, что на наших каналах уже по 3 миллиона мэджиков. Подписывайся и ты, чтобы наша мечта стала реальностью. Потом я встаю и... Надо ходить. Запишусь-ка я на фитнес и иду в туалет умываться и в душ. У меня даже туалетная бумага салатовая. А у тебя какого цвета? Эм, пока я тут сделаю свои первые делишки, ребята вам кое-что расскажут. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс и у нас случилась беда. В общем, я София. Юмичу, иди сюда. А я Эйвен. А я Покемон Юмичу. И вы не представляете, что у нас произошло? Ох, дело в том, что наша киса Алиса не может ходить. В общем, попала под машину. И у Ани у нас совсем нет времени снимать, потому что нам нужно о ней заботиться. Юми, ну хватит там бродить. В общем, это очень печально, а видео снимать надо. И мы решили... Что кто-то из нас должен снять видео. Пока мы не заботимся о кисе Алисе. Это ужасно, когда с твоим лучшим другом происходит такое. Юмичу, не расстраивайся, пожалуйста. Ну, в общем, Аня все рассказала и показала. На нашем общем канале Мэджик Фэмили. Да, там тоже новое видео, ссылка в описании. И мы решили... Решили, что сегодня для вас видео снимет наша Мишка. А мы пойдем заботиться о кисе Алисе. Помните, у меня было видео, мое утро в розовом цвете? А у Юмичу? Юмичу, Юмичу. А, у меня в желтом цвете. Так что ставь лайк, если ты хочешь. Чтобы киса Алиса, когда выздоровеет, сняла свое утро в сиреневом цвете, в своем любимом. А Эйвен снял в голубом цвете. Да, мы пойдем помогать кисе Алисе. А ты пиши длинные комментарии, чтобы они вот тут появлялись. Надеюсь, все будет хорошо. Сходить в туалет, это мое самое важное утреннее дельце. Правда, вот с туалетной бумажкой у меня всегда возникают какие-то проблемы. Ну, я же не виновата, что она такая непослушная. Фух, облегчение наступило, и уже можно умыться и принять утренний душ. Кстати, многие спрашивают, почему меня зовут Миша, если я девочка? Потому что мое имя как Мишель. Или так еще зовут актрису Миша Бартон. Это не как русское имя Михаил. Было бы странно, если бы меня звали Михаил. Я же девочка. А почему Миша лайк? Потому что когда я еще не научилась говорить, одно из моих первых слов, которые я сказала, было лайк. Вот так и появилось мое прозвище. Именно поэтому моя зубная щеточка, которая лежит в салатовом чехле, это Мишка. Правда, я немного его погрызла, я отгрызла ему лапку. Извини, я была еще не такая взрослая и думала, ты съедобный. Конечно же, и зубная паста у меня тоже салатовая. Недавно я купила новый тюбик, специально этот цвет любимый свой выбирала. Сейчас выдавим немножко пасты. А почему она розовая, а не салатовая? Ну вот, ну ладно. Упаковка-то салатовая, так что челлендж продолжается. Намочим немножко нашу пасточку и будем чистить зубки. Я не знаю, как можно любить чистить зубы по утрам и уж тем более перед сном. Но все двуногие говорят, что это очень нужно и полезно. Я очень люблю чистить зубы. Ну ладно, а еще для своего челленджа я купила салатовую мыльницу. А, стоп, а где же мое салатовое мыло? А, вон куда я его положила. А, надеюсь, с ним не будет как зубной пастой и оно не окажется розовым. Ох, еле перебралась на эту сторону, мне точно надо худеть. Ну вот, оно даже не розовое, а просто белое. Вечно мне не везет, хотя упаковка была салатовая. Ладно, что поделать. Зубы почистили и теперь я буду принимать душ. А то, по-моему, лапы у меня грязноваты. Осень, понимаете ли? Такс, я намылила свою зеленую мочалочку. А еще у меня есть салатовый шампунь. Напор воды надо сделать посильнее. Отгадайте, куда это я намылилась? Наверное, это была не очень смешная шутка, да? Ладно, шутить у меня не получается, лучше я просто помоюсь. А вот петь в душе я люблю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, все собаки как собаки, а я супер звезда. Если честно, обычно все эти процедуры делает для меня Аня. Поэтому, по-моему, я так себе помылась. Нет, мне точно надо худеть. Ну ладно, главное же показать мое утро. Так что теперь мне нужно подсушиться. А как вы думаете, я похожа на лягушонка? Лягушата такие милые. И неплохо было бы расчесаться. У меня есть вот такая зеленая расчесочка, но с этой стороны она тоже розовая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сойдет. Сделаю маникюрчик. Если честно, я никогда не стригла ногти себе сама. Ой-о-о. В другой раз. Лучше побрызгаюсь вот такими красивыми духами. Потому что помылась я не очень хорошо и возможно от меня будет вонять. А если побрызгаюсь, никто об этом и не догадается. Что-то как-то моя ванная комната не похожа на ванную комнату принцессы. Надо еще голову подсушить. А тут вокруг везде такой бардак. Ну ладно, надеюсь, Аня не сильно расстроится. Все равно она всегда за нами все убирает. Пора на завтрак, самое любимое. Покушать я люблю. Я могла бы съесть салат, капустку, яйца в салатовой упаковке, горошек, грушу, авокадо. Ну, на крайняк сок лайма или салатовую конфетку. Что еще из еды бывает салатовой, не знаю. Но я собака, и мне все такое нельзя. Зато можно собачий корм. Самый лучший, это мой любимый платинум. Я даже для видео в этот раз заказала салатовую упаковку с курочкой. Я снимаю видео во вторник, поэтому слюнявчик у меня тоже салатовый со вторником. Я подготовила свой стол к завтраку. Расскажите, а что вы кушаете на завтрак? Видите, какая у меня красивая салатовая тарелочка с ежиком. Сейчас будет ням-ням. Я даже в честь вас поставлю свечку в еду. Как будто сегодня какой-то праздник. Видите, вилочка у меня тоже салатовая. И ложечка салатовенькая. А вот зачем я купила столько салатовых салфеток, если честно, я не знаю. Как настоящая собака, пью я из своего салатового стакана с салатовой трубочкой обычную воду. Может мне стоит купить такой детский салатовый стульчик? Знаете, такие специальные детские стульчики, на которых кормят детишек. Хотя, говорят, если кушать стоя, то больше влазит. Так что, так что, так что, так что лучше я буду всегда кушать стоя. Ладно, надоело уже рассказывать и болтать вам, когда еда стоит на столе. Лучше я покушаю, ладно? Фух, съела все. Я еще бы съела. Так, запью водичкой. Ой, ой. Ну вот, опять я насвинячила. Но я же вроде собака, а не свинюшка. Ладно, пойду займусь другими делами. А то Аня скоро сюда придет. Каждое утро я выбираю салатовый ошейник, в котором буду ходить сегодня. Можно, например, надеть вот эти салатовые с бабочками. Или светяшку на ошейник. Или вообще светящийся ошейник. Или мою любимую банданку. Обычно я надеваю банданку. А попозже выберу из своего гардероба, что я надену сегодня на прогулку. После того, как я надела ошейник, я иду прибирать кровать. Застилаю ее аккуратненько. Так меня научили. Порядок должен быть во всем. Готово. Теперь я должна в своей комнате подмести и помыть пол. Для этого у меня есть, конечно же, салатовые тряпочки. Это я сейчас подмету всякий мусор. А это я сделаю влажную уборку. Если честно, я убираться не люблю. Неужели кто-то любит убираться? Кто-нибудь из вас? Напишите в комментариях. У меня много салатовых игрушек и всяких других зеленых оттенков. Моя любимая это вот этот вот яблочный огрызок. Потому что она похожа на еду. А кушать я очень люблю. Когда-то Аня намазала его вкуснятиной, чтобы приучить меня играть. И поэтому я его полюбила больше всех. Я всегда надеюсь, что он до сих пор вкусный. Но вкус уже пропал. Аня, это наша хозяйка. Она уже очень давно приучает играть меня игрушками. Потому что попала я к ней из сложной семьи. У меня было тяжелое прошлое. И я до сих пор не очень умею ими играть. Но я честно очень пытаюсь. Хотя мне скучно. Самое время лучше почитать мою любимую салатовую книжку. Грустные факты о животных. Читать я научилась совсем недавно. И поэтому мне очень интересно. Но на самом деле в этой книжке факты не такие уже грустные. Почитала одну страничку. А теперь пора проверить ежедневник список моих дел на каждый день. Он у меня тоже зелененький. И ручка у меня салатовая. Так, посмотрим, что там на сегодня. Ой, точно. Сегодня я собиралась выбрать костюм на Хэллоуин. А, ну да, все правильно. Я же его уже даже купила. Значит, сегодняшнее дело выполнено. Сейчас я вам его покажу. Я решила быть салатовой ведьмочкой. Это моя шапочка. А это паучиные крылышки. И, конечно же, салатовая юбочка. А еще вот такая салатовая ведьмина палочка со звездочкой. Чтобы колдовать. Ну что, как вам мой костюм? Мне кажется, получилось очень даже ничего. Только теперь надо научиться в нем нормально передвигаться. Юбка мешает. Что же я буду за хромая ведьмочка? Интересно, какие костюмы ребята придумают. Ладно, до Хэллоуина еще далеко. Пора собираться на прогулку. Как насчет футболочки? The Angel. Вот такие у меня крылышки. По-моему, я настолько поправилась, что она мне стала маловато. И, конечно же, я далеко не ангел. Да и погодка вроде уже не летняя. А вот жилеточка неудобна тем, что попка и лапки будут мокрые. Это скорее на зиму. Может быть, вот эта курточка? Эта курточка уже получше. У нее есть капюшон, но она слишком теплая, по-моему. Надо выбрать какую-то золотую середину. Не слишком теплая и закрытая. Потому что на улице грязь. Точно, как же я сразу не догадалась. Нежаркий дождевичок будет идеально. Он вроде как и тепленький немножко, но при этом все тело закрывает ее. Не сильно испачкаюсь. Надеюсь, вам понравилось мое утро в салатовом цвете. И вы поставите лайк. Если хотите такое же видео от киса Алисы и Эйвена, пишите мне свои комментарии вот там внизу. И там в описании ссылка на видео про то, что случилось с киской Алиской. В какую аварию она попала. В общем, посмотрите. Я надеюсь, все с ней будет хорошо. И сейчас иду на прогулку. С вами была Миша. Лайк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok